Иваны. Родства непомнящие. Автор Кадыкчанский. Мы с Альмой быстро переставляем ноги. Идём по болоту, заросшему травой выше роста человека. Выдёргиваем сапоги из жидкой зловонной жижи, раздвигаем жёлтые засохшие стебли, и всё идём, идём, идём. Конца пути не видно. Светит яркое осеннее солнце. На горизонте огромная чёрная туча. Жарко. Докучают насекомые. Альма спотыкается, чуть не падает. Я подхватываю её. Чувствую запах кожи от её чёрной куртки. Косухи и пота. Мне нравится этот запах. Нравятся прикосновения. Они волнуют меня и наполняют грудь трепетом. Мне вообще очень нравится Альма. Она моложе меня, ей не больше тридцати. Невысокая, стройная. Волосы цвета пожёхлой травы выбиваются из-под красной косынки. Да, она мне очень нравится. Только не дурацкое имя, которым она себя назвала. Альма. Интересно, как её зовут на самом деле? Как я вообще могу думать об этом в данный момент? Не понимаю. Нам нужно успеть до срока пересечь болото. Там в самом конце начинается сухая твёрдая земля. Альма отстаёт. Чертыхается. Я беру её узкую влажную ладонь и тяну, увлекая спутницу за собой. Вдруг, неожиданно, мы выходим из соломенных зарослей на твёрдый берег. На пригорке здание. Бетонный куб, похожий на дот времён Второй мировой. Только вот ни дверей, ни окон не наблюдаем. Обходим вокруг. С тыльной стороны крохотная металлическая дверь. Открыто. Попадаем в неожиданно большое помещение, заставленное стеллажами ячеек с дверцами и длинными номерами на них. Нас встречает человечек в белом халате. Именно такими изображают научных сотрудников. Плотный, приземистый, с большой залысиной на лбу и в очках с толстыми линзами. «Ну что, Иваны, готовы назвать всех своих предков поимённо?» Альма замычала, что-то мотая головой. «Я говорю, что знаю, как прадеда по матери звали, когда и где жил, и кем был. По отцу только прадеда с бабкой могу рассказать». «Ну вот и всё». «А вы что хотели, родные мои?» «Думаете, мы тут за вас всё должны знать? У нас и так работы хватает». «Если индивид не собирает свой кластер сам, то и все предыдущие файлы бесполезны. Ветви не работают, и их чистят как мусор. А вы удивляетесь, почему так плохо живёте. Бог оставил вас, ноете, жалуетесь, болеть начинаете». «Вот. Смотрите на политиков и бизнесменов. Думаете, они своими талантами всего добились?» «Наивные. Любой известный вам толстосум, Билл Гейтс, например, знает своих предков на 300 лет назад». «Вот его кластер». Ботаник подходит к ближайшему стеллажу и выдвигает ящик на роликах. «Смотрите. Мы с Альмой подходим и видим серебристый стержень от дверцы к задней стенке выдвижного ящика. И на нём быстро вращаются диски наподобие наших компакт-дисков ярко-синего цвета. Видите, сколько файлов? Каждый из них – ушедший предок. Если потомки знают о них, общаются с ними, то все файлы, объединённые общим стержнем, трудятся на потомка. Их силы и энергия помогают живущим во всём и везде. А вот другой пример. Выдвигает ящик из соседнего стеллажа. «Что тут у нас?» Мы заглядываем внутрь. Там один желтоватый диск медленно поворачивается вокруг своей оси на стержне. «Знаете, что это?» продолжает сотрудник. «Это мама Ивана Смирнова, который сейчас беспробудно пьёт в двушке, доставшейся от неё в наследство, на первом этаже хрущёвки. Она рассказывала сыну, что его папа был лётчиком и разбился, когда Ваня ещё не родился. А теперь от Ивана ушла жена и забрала детей. Любовница сказала ему больше ей не звонить. Завод, на котором он работал, закрыли, потому что единственной его продукцией были линзы для цветофоров, а цветофоры теперь делают на светодиодах, и линзы никому не нужны. Мама очень хочет помочь сыну, но сын-то о ней даже не вспоминает. Он себя несчастного жалеет. «Теперь уходите. Большего я сказать не имею права. Кто хотел, тот понял». Мы выходим наружу из бетонного склепа. Солнце заволокло тучей. Холодный ветер несёт в лицо «Жёлтые листья». Накрапывает дождь. Альма прижалась всем телом ко мне и шепнула. «Меня на самом деле Аней зовут». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok